На родину Ленина кандидат президент от КПРФ и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин прибыл сегодня около полудня. Правда, пробыл здесь совсем недолго, чуть больше часа. Гость принял участие в митинге на площади Ленина, прямо напротив здания областного правительства. Однако, встретиться с кандидатом захотели не так много ульяновцев. К началу митинга на площади собралось около 300 человек, одна треть из которых – волонтеры. Несмотря на открытый формат мероприятия, на площадь пускали далеко не всех. Например, волонтеров партии «Единая Россия», которые бесплатно наливали горячий чай всем желающим, коммунисты под руки вывели с площади. Но на такие мелочи с высоты сцены мало кто обращал внимания. Кандидат президента и в это время общался с ульяновцами. Вернее, упустив тезисы предвыборной программы, пообещал в случае своего избрания изменить власть к лучшему. На вопросы горожан и журналистов отвечать не стал. Гораздо больше отличился его сторонник – депутат Госдумы Российской Федерации Алексей Куринный. Народный избранник заявил, что в Ульяновске им делать нечего и нужно выдвигаться в соседнюю Казань, где для встречи с кандидатом от КПРФ выделен целый зал как минимум на тысячу человек. Правда, люди там чуть полнее, чем наши. И залы будут предоставлены. Я думаю, не придется мерзнуть на улицах, но факт остается фактом. Правда, перед тем, как сесть в машину, кандидат успел возложить цветы к памятнику вождя мирового пролетариата. Дальше Грудинин отправился в ранее упомянутую Казань в сопровождении охраны. Кстати, на мартовские праздники в Ульяновск приезжал коллега Грудинина по цеху – коммунист и кандидат президента от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Рабочая программа политика была гораздо обширнее, чем у его оппонента. В Международный женский день политик также возложил цветы к памятнику Ленина, а затем посетил Ленинский мемориал, где гостю рассказали историю семьи Ульяновых и провели экскурсию. Следующей точкой визита стали объекты здравоохранения. Сурайкин осмотрел перинатальный центр и отделение сердечно-сосудистой хирургии Ульяновской областной клинической больницы. Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут уже в это воскресенье. На высший государственный пост также претендует лидер партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин, баллотирующийся от ЛДПР Владимир Жириновский, действующий глава государства Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от партии «Роста» и один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский.